Так, я приветствую Елену, Алексея, Марину, еще раз Елене, Николай, Наталья, Анна подключается к нам. Отлично. Чтобы вас всех видеть, мне как бы нужно... Напишите, пожалуйста. Это уже хорошо, уже... Видно, слышно нас. Да, я не могу открыть тут. Вот, все, так, слава богу. Все заработало. Так, у нас 30 секунд задержки. Ну что, начнем с того, что всех шабатов. Алло? Да? Да, всех шабатов. Здравствуйте, да. Всех шабатов. У меня все горит здесь. Всех с праздником. У меня тоже все горит. Всем здоровья, праздника. Так, ну что у нас, что у нас сегодня? Может быть, начнем, наверное, с твоей мелодии какой-нибудь. Ну, можно, да. Или как-то получается, да? Пока люди к нам присоединяются. Евгения, добрый вечер. Ну, да, вы только там меня, это что там, ну, подготовьте, если что там. Это вдруг, как это называется, ну... Все, что... Заигра... 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 Знаете, бывает такое, ты заигрываешься, и все, и началось там. Ну, хорошо, хорошо, я буду... Субтитры сделал... Субтитры сделал DimaTorzok Диана Горякова Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Вот так. Я в последнее время желаю спокойствия и гармонии в душе. Ой, какое хорошее желание. Это просто супер. Потому что если вы находитесь... Мы все желаем в принципе... Мы все в принципе желаем именно этого. Мы желаем баланса во всех областях. Мы желаем гармонии во всех областях жизни. И от того, насколько гармоничны все области жизни, от этого складывается ваш поток, ваш энергетический поток, который снабжает вас и который способствует воплощению и реализации. Так. К нам еще присоединяются. Давайте, давайте задавайте вопросы. Евгения пишет, я думаю, остальное все приложится. Во всяком случае, в желаниях очень важна мысль. И мысль должна быть действительно... Ту мысль, которую мы формируем в голове, она очень важна. С какими она эмоциями сформирована. В какой она энергии сформирована. И когда мы формируем какую-то цель, у нас есть еще... Вдруг, внезапно, выскакивают еще какие-то определенные мысли. Вот как вы думаете, откуда они образуются? Они образуются из наших, скажем так, программ. Душа приходит, или, скажем так, мы приходим, и в нас заложены определенные программы. Об этом мы уже говорили. И вот эти вот программы, если они, скажем так, негативного направления, начинают нам мешать. Или либо эти программы проверяют нас. Правильно? Ты что-то хочешь к этому добавить? Ты что-то задумался? Ну, я думаю, что нет. Я просто слушаю, во-первых, да, плюс опаздывает немножко речь. Да, я понимаю. Нет, ну, желание-то просто, смотрите, желать-то как бы одно. Нужно себя, скажем так, нацелить. То есть надо настроить всю систему саморегуляции, свой мозг, сознание, разум. Там, чтобы ваши ноги, руки, чтобы вы ходили, чтобы космическая у вас была крейсерская скорость, чтобы шли к этому желанию. Это очень важно, потому что просто желать, рассуждать. Потому что в чем проблема? Проблема в характере человека. И есть люди, которые очень много думают, а есть люди, у которых хорошая реакция. И вот они, это точно они есть на Земле. И поэтому надо сделать так, что если вам, ну, вот есть люди, которые очень логически рассуждают, они правильно говорят, но они к какому-то этапу идут очень медленно, потому что им не хватает реакции. Допустим, люди, которые обладают реакцией, им не хватает подумать, возможности подумать там, да, и поэтому нужно какого-то еще рядом с собой человека иметь, пару там, или какого-то учителя, чтобы вот это желание быстрее вы ускорили в этом плане. Потому что человеку на сегодняшний день, что логику, что реактивному, что быстрому, что черепашке, им не хватает помощи. Я скажу так, чтобы было не только желание, а все было. Вот такая трансформация должна быть прикольная. Да. Что не так? Нет, я тебя тоже, я тебя слушаю. Почему все, все так? Нужна трансформация во всех областях. Просто я тебя слушаю и еще занимаюсь техникой, поэтому во всех областях, да, мы и тут, и там, да. Вот, ну, вроде бы все настроилось, все сейчас отлично, я не знаю, что у нас сейчас в контактах. Так, я посмотрю. Я пока не вижу никаких вопросов, связанных с желаниями. Сейчас я посмотрю коротко, что у нас строится в контакте, получилось ли. Просто, если, например, у человека есть вопрос, например, и он хочет получить развернутый ответ, он может спросить, почему мне, например, там, у меня это желание не исполняется. Не надо говорить конкретно желание, чтобы люди это не знали. То есть вопрос задать, но в зашифрованном виде. То есть, почему, когда у меня исполнится желание, то есть, это, ну, я на него отвечу, там, или ты. Да. То есть, задание, задание. Характер человека позволяет. Желание, как бы, ну, что я хочу еще добавить по желанию сейчас. Меня, как бы, немножко техника отвлекает, да, возвращает на земной уровень, ну, что, в общем-то, и хорошо. Сейчас подумаю. У меня просто сейчас, пока, пока мы, вот, я разговариваю, идет речь, да, и в этой речи идет какая-то информация, да, поэтому первое, что? Первое, при желании нужен совет. Совет кого-либо, да. Желанию может мешать любые зависимости. То есть, когда человек понижает вибрации, там, курит, пьет, ругается матом, он уже уходит от своей действительности, да, у него наступает такая каббала, рамки, там, получается какой-то сильный негатив, то есть, чтобы четкая была реальность, что вы идете к своей вот этой цели, да, нужен трезвый образ жизни, да. Опять-таки, способности человека, его уникальный дар, его уникальная энергетика помогает достичь именно вашего желания. Плюс нужно убрать сопротивление, например, там, советы других людей, которые даже вообще не вписываются в концепцию вашей энергетики. То есть, я говорю о том, что, например, вы можете находиться там между молотом и наковальней. То есть, ну, чтобы чисто было сознание. Окей. Вот так я заверну. Я вот так завернул, да. Очень хорошо, да. Я тоже как раз хотела добавить про вибрации. То есть, нужно уметь формулировать свои желания, во-первых, правильно, энергетически правильно. Именно важно, чтобы вы формулировали это в настоящее время. Дело в том, что если вы говорите, пусть это будет, да, то это постоянно передвигается. То есть, вот эта вот энергетика будет, эта энергетика всегда остается энергетикой будущего. А так устроен наш мир, что именно воплощение желаний, именно реализация ваших целей происходит сегодня и сейчас. И вот в этом теле. То есть, вы получаете энергетическую информацию в виде своего желания. Это тоже очень интересная тема. Откуда берутся желания? И с другой стороны, вы должны совместить эту энергетическую информацию с реализацией, именно в действии. В руках, в ногах, в голове идти и что-то делать. И когда вы формируете свое желание, вы должны быть в хорошем настроении, вы должны быть на повышенных вибрациях. Чтобы находиться на повышенных вибрациях, вы должны, соответственно, питаться, мысли должны быть. То есть, вы должны постоянно себя очищать от негативных мыслей. Потому что негативные мысли, они берут на себя энергию. И, соответственно, энергия от вашего желания, вот это вот воплощение, скажем так, от вашей визуализации, то, что вы хотите иметь, она просто снижается. У нас есть вопрос. Ирина спрашивает. Давайте про мое желание. Почему мое не исполняется? Хорошо. Ну, я уже готов, я дать, готов комментарии. Я так, я готов дать комментарии. Я уже, я почитал ее уже. А, хорошо. Я почитал ее. Тогда, тогда, да. Я думаю, что это связано, я думаю, что это связано с жильем. Я думаю, что это связано с жильем. И такая информация идет, да? Она ждет хорошие новости. Вот здесь, возможно, может быть какая-то внутренняя боль. То есть боль, это связано с каким-то внутренним конфликтом самого человека. То есть человек немножко не уверен в себе, что у него это исполнится. Вот. Сам по себе Ирина, она оптимистка. У нее, ей нужно сделать какой-то талисман. Талисман какой-то. Вот подумать о талисмане, чтобы на что-то нацелиться. На какой-то магнитик. То есть, в принципе, в будущем будет изобилие. И желание, по идее, оно сбудется. Нужно убрать конфликт внутри себя. Какой-то сбой энергетики. И информация искажается немножко у человека. Я думаю, что это связано с жильем. То есть она ждет какие-то новости. Ей нужно слышать себя. Ну, такая информация идет. Это семейное желание такое. Хорошо. Я не прочитала про жилища или про что-то. У меня просто, ну, у меня как бы своя система, да? Или, скажем, система, которую мне передали. Я вхожу в определенную энергию и просто спрашиваю для этого человека. И получаю, вытаскиваю одну карту. Конечно, могу много вытащить. Вот. Конечно, вы можете верить, можете нет. Но подтасовки тут никакой нет. В этом смысле мне ничего нет. У меня вышла на данном этапе карта завершенности. То есть вы сделали уже довольно-таки много... Может быть, это связано с жилищем. Я, честно говоря, да, видимо. Вы сделали достаточно уже многое. И вот вам осталось самое, в общем-то, трудное. Положить последний как бы пазл, чтобы вот завершить этот процесс. Вот у меня идет такая информация. То есть нужно спокойствие, нужно посмотреть, что больше всего способствует завершению этого процесса в лучшую сторону. Вы можете что-то подконкретнее написать, потому что так достаточно. Ага, все правильно. Благодарю, Рафаэль, все правильно. Но и не только жильем. Вот именно вы мне и поможете. Я вам верю. Ну, от себя я отдам еще определенную технику, которую, в принципе, могут использовать все. Просто напомните мне об этом. Так, хорошо. Евгения, ой, а когда вас ждать в купеле? Такая прекрасная поездка была зимой. А, все, теперь я знаю, кто вы. Спасибо. Ну, как откроют границы? Ну, вот у нас уже, в принципе, самолеты летают. Посмотрим, как в России. В купеле было очень здорово. Кстати, если у вас есть какие-то определенные... Вот хорошая, кстати, мысль. Спасибо, Евгения. То есть, если про купель. Да, купель — это всегда холодная и священная вода. Вообще холодная вода, она вообще сбрасывает негативную энергетику. А священная вода, она настраивает человека на определенные вибрации. Вот если вы хотите начать что-то новое, то действительно вам стоит съездить в купель. И вот сразу после этого вы помните вот это вот состояние после купели. И сразу вот в этом состоянии вы формируете свое желание. Вот это вот самое отличное. Тогда она долетает до самых, скажем так, до самых небес. А вот скажи, Рафаэль, есть все-таки такая тема, что не все желания сбываются. С чем это связано? Даже бывает так, что, ну вот, и хорошие желания, да, и почему-то они не осуществляются. Вот. Человек, допустим, бьется, бьется, и у него не выходит он на тот уровень, да, который он себе, допустим, поставил. Почему это происходит? Есть какой-то определенный, я продолжу, как бы, чтобы немножко направить в нужное русло. Есть ли какой-то определенный фильтр желаний, скажем так, фильтр души, фильтр вышестоящих организаций высшего мира и так далее. Вот в этом направлении. Ну, я думаю, что здесь первое – это намерение. То есть намерения могут слабые быть, намерения могут быть сильные. То есть ты, может, просто там пожелал чего-то. Все зависит от вашей усилии. Вы поймите, что к желанию не идет ни мозг, ни сознание, а к желанию идет вся система. Вся система идет. Все 360 примерно миллиардов клеток – олекулы атомов, хромосомы, ДНК. Вся ваша суть родовая идет к этому желанию. Вопрос в том, что что-то может произойти в системе, и может пойти не так. Сбой, психоз, стресс, сопротивление, любое потрясение, оно может резко изменить ход событий. Вы можете, у вас цель, желание – это цель. Это как вот маячок, маяк, который освещает там пространство и какую-то определенную точку там, да? Вот. И это, как сказать, отрезок, но вы можете поменять. То есть поменять цель, поменять приоритет, желание. Например, что-то вы захотели, вам что-то прямо очень нужно, которое связано там с жизнью и смертью. У вас нарушение по здоровью, у вас тут рядом, кому-то очень рядом плохо. То есть вы, например, как купите деньги на машину, вам приходит родственник там, дай денег на лечение, и вы дали, и ваша машина опять осталась за бортом. То есть все это, но есть очень много нюансов, надо смотреть каждого в отдельности. Александра к нам присоединяется. Просто есть быстрые желания, а есть желания медленные. Есть желания, которые в будущем, да, они должны, мы же создаем платформу, чтобы это желание. Например, как бизнес, мы создаем бизнес, допустим. Да, мы пишем в голове бизнес-проект. Мы пытаемся, по крайней мере, найти нормальных, адекватных людей, с которыми можно не только заработать деньги, но это как бы работа, вторая семья, да, то есть не только деньги. Вот, то есть это такое, это не один день, это, ребятки, то есть и тут, как говорится, и хочется и на веточке покачаться, да, как бы, как вас говорят, да, и рыбку съесть. То есть, в принципе, поэтому желание, ну, все зависит от наших намерений раз, от нашего источника, от нашей силы два, от наших убеждений, от нашего характера, от нашего духа, от нашего света, от плюса. Если вы желаете отрицательное желание, да, то в минусе это желание у вас будет резать. Ну, вы достигнете его, но вы будете обесточены, обезвожены, там, да, вы заработаете деньги, но вы эти деньги как о нем достались, или как вам достался какой-то проект, потому что вы, ну, тяжело. Здесь должно все как-то совпадать. Короче, есть момент такой, я объясню, да, например, ты взял, стоит стул, например, там, или объект, ты взял его передвинул, это твое желание. Утрns ты просыпаешься, а этот объект опять на том же месте стоит, понимаете. Вот ты опять его передвинул, а кто-то взял опять этот объект передвинул, понимаете. Вот желание то же самое, мы подвигаем себе желание, а что-то его отодвигает. Скорее всего, что-то это заводское какое-то, да, какой-то заводская вот эта вот интерфейс, программы там, да, характер, наша матрица. Нам нужно сделать так, чтобы наше вот это вот желание совпадало с заводской вот это вот, ну как это сказать, ну вот заложено там зигодой, зигодой, вот когда мы выходим из макромира, да, из квантового мира, то есть у нас есть характер, да, и вот в этот характер уже прописана группа крови там, да, прописано, можем мы деньги иметь, не можем мы деньги иметь, да, кто мы там, медленные, быстрые, очень все нужно учитывать, тогда желание, оно будет совпадать и четко будет держаться наша платформа. Ну то есть есть определенная программа, программы, скажем так, диск программ, с которыми мы сюда приходим, и этот диск, соответственно, откладывает определенные, скажем так, определенные действия производят, когда мы задаем задаемся какой-то цели. И это оказывает определенное влияние, естественно, на достижение нашей цели. Ну, об этом как бы более подробно у меня прошел недавно, если я могу сказать, у меня прошел недавно курс по визуализации, и там мы более подробно рассматриваем, как мы приходим, не только как мы приходим сюда с этими программами, мы не рассматриваем, в общем-то, почему, потому что это как бы другие курсы, мы задаемся целью изменить этот диск в соответствии, конечно, с разрешением высшего мира. Потому что есть определенный, ну, чисто из моих знаний, то, что я знаю, есть определенные фильтры, которые контролируют наши желания, да, потому что очень много желаний неосознанных. Вот когда желание достаточно, намерение правильно сформулировано, как уже Рафаэль сказал, и оно очень осознанно, и оно не вредит другим людям, оно развивает мир, тогда высший мир, Бог, вы можете сказать, высшая энергия, приложит все усилия помочь это воплотить на земле. Но сейчас можно, я часто задавалась таким вопросом, вот сейчас спрошу Рафаэля, вопрос довольно-таки сложный. А почему, допустим, желания, ну, так называемых, я понимаю, что нету плохих и хороших людей. Вот, но почему вот эти вот есть, скажем так, очень сильные негативные намерения, и они продвигаются в мире, и зачастую продвигаются сильнее, скажем так, чем какие-то божественные намерения. Вот почему существует такой перекос? Ну, потому что на сегодняшний день минус включен у большинства людей. Мы говорим, просто говорим, как наука. То есть минус он и в Африке, в Африке он и минус, в Африке он и весь минус, да. И минус-то что? Это люди, которые находятся, они считают, что если они немножко, ну, как у нас говорят такая пословица, наглость, второе счастье, да, говорят. Поэтому люди считают, что если они, например, там находятся в пространстве вот этого минуса, они достигнут больше результата, понимаете. Это такая вот, знаете, такой, это, ну, общий такой интеллект, такое стадное чувство, что у него есть деньги, и я хочу, да. У него есть там машина, и я хочу, у него там, он там какой-то там, ну, там директор, и я хочу, понимаете. Вот это вот, и все, я хочу, 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 но человек, понимаете, он не понимает кухни, самой кухни, как готовится борщ, как готовится еда, из чего она готовится. А умеешь ли ты готовить, понимаете. Ты приготовишь, есть никто не будет. Ты приготовил, есть никто не будет, ты заставляешь это есть людей, потому что ты их начинаешь шантажировать, понимаете. Это все, это все, это минус, к сожалению, вот, и задача нашего эксперимента, чтобы люди стали больше духовными стать, понимаете, потому что, как только они начнут развернуться к себе, к самим, к плюсу, потенциал есть у всех, у каждого человека, даже у самого плохого, там, трудного человека, он есть, но его желание, вы знаете, это свобода воли человека, свобода выбора, это один из законов космоса, равновесие, там, души, энергии, она, она, то есть душа, да, она, у нее, она много хочет, то есть физика, это как скафандр, они хотят попробовать яблоко, перстик, грушу, обнять человека, они хотят попробовать эту энергию, они, у них этого нету, у них более другое, высокое, классное, суперское, но вот этот вот мир земной, там, физический, да, вот такой, он так сделал для нас, он немножко ограничен, но, если человек немножко к себе включит свет и вот эту вот, скажем так, духовную силу, мощь, он без труда сможет добиваться желания, без всякого минуса, без агрессии, без, там, иллюзии, вот так вот я считаю, минусы, 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 в человеке есть минусы, это характер, есть дуальность, то есть ты или позитивный, или негативный, понимаете, позитивный, то есть люди успешные, банкиры есть, есть люди успешные, я, как бы, знаю сам, они богатые, они адекватные, они дают, они, там, создают, там, всякие, там, ну, фонды, там, дают, помогают, понимаете, они не жадные, там, то есть они в равновесии находятся, они понимают, что земное, это все временное, а люди некоторые просто, они минус, понимаете, он оглушает человека, он его ослепляет, то есть он отключает ему, там, видение, слух, там, все отключает, то есть у него какая-то, какая-то пелена, и по этой пелене идет какой-то, вот такая, знаете, вот, ну, как это, знаете, вот, ну, реклама такая, знаете, строчная, мы тебе поможем, на самом деле, это просто иллюзия, и он, конечно, выкладывается по полной, но в итоге, там, что-то получают, конечно, не все, поэтому я думаю, что это просто какой-то фетиш такой, знаете, вот, люди, если думают, что сейчас будут такие вот, наглостью брать, они будут все успешны, все успешны не будут, ну, никак, образования нету, не хватает, а мы, как сказать, мы просто проводники, чуть-чуть помогаем людям, людям немножко, чтобы они подумали о другой стороне медали, другая сторона медали ждет их, она включится, и там обременения нет, там нету рамок, тебе помогут передвинуть объект, и он будет стоять там, где он хочет, потому что это будет с общей концепцией, как ты говоришь, считаться, она будет вписываться, это желание, вписываться в общую концепцию, но есть исключение, когда людям помогает Господь Бог, да, и самым плохим, помогает, но для того, чтобы наказать других минусовых, это так. Что вы, Вселенная и Земля, ну, то есть, закон Вселенной и закон Земли один, это баланс, баланс энергии. Да, но я еще раз объясняю, что нам дают, допустим, на сегодняшний день нам дают исполнение, допустим, любая, скажем так, как технология, что ли, да, то есть, удача, портуна, везение, там, я не знаю, там, если мы немножко берем, переводим на материальный мир, и, понимаете, что такое материальный мир, это нефть, газ, это банки, это торговля, в первую очередь, да, вот, торговля не чистоплотная, торговля, где торговля, там, всегда есть подвох, всегда есть какая-то, как, считай между строк, там, да, по энергетике смотри продукты там, по энергетике, ну, все по энергетике, почему нужно по энергетике смотреть, вот, И, конечно, люди потихонечку уходят, ну, они обманывают себя, они уходят в какой-то обман, они нарушают, они вешают себе груз какой-то вот на душу, что они вот заработали копеечку там и обманули. Короче, поэтому желание может приходить просто с каким-то таким, знаете, вот грузом. То есть у людей даже есть большие деньги там, они болеют, они переживают, они почему-то несчастливы, я их спрашиваю, почему несчастливы, а все хорошо, там вот это, это и есть. Нету праздника, Рафаэль, вот нету, ну, как нету, вот так, нету, мы праздник создаем им, но в данный момент просто нужно этот праздник взять и включить в себе самом. Ну, это земная жизнь, понимаете, здесь, как вам сказать, здесь есть, это опыт мы проходим, опыт очень важен, когда человек постигает себя, что вот он пошел по этому пути, это счастье ему не принесло, он пойдет по другому пути, нужно, чтобы опыт выбрал сам или минус, или плюс, вот они перекликаются как-то. все внутри нас. Здорово. Да, действительно, все внутри нас, это очень глубокий смысл, и как раз все саморазвитие, суть всего саморазвития в том, чтобы привести человека к себе, чтобы он понял, что внутри лежит все богатство, скажем так, и все заложено. Со своей стороны я хочу дать вам технику, которая, сразу скажу, не работает на негатив, то есть негатив, вот Рафаэль уже объяснил, да, возвращается померангом. И поэтому, когда вы создаете свои желания, вы должны соизмерять, куда вы, для чего вы это делаете, зачем вы это делаете, и должны понимать, что земным уровнем это все не заканчивается. Вы должны понимать, что мы переходим, вот знаменитая, скажем так, восьмерка перевоплощений, она действительно, ребят, существует. Мы переходим из одной жизни в другую. Если вы совершили какие-то нехорошие вещи, обязательно будь мирангом это скажется. И скажется это тогда, когда вы не будете к этому готовы, когда вы будете в слабом состоянии, не сильно. Поэтому с желаниями очень осторожно. Но вообще-то я хотела бы сказать совсем не это, но так бывает действительно в потоке. Что же важно? Вот понятно, что у меня есть курс визуализации, там я более глубоко даю техники. И мы именно, есть такой круг, так называемый, жизни, в котором сосредоточены все области. И здоровье, и благосостояние, и работа, и друзья, и отношения. И все. И вот важен тот момент, что у вас был баланс в этом круге. Особенно, скажем так, когда вы прошли уже эту жизнь, да, и готовитесь к переходу на следующую. Ну это как бы ответвление от темы. И важно, и как раз в этом курсе мы работаем над тем, чтобы вот этот вот так называемый круг жизни, да, расширить, расширить эту энергию, расширить эти области и все это сбалансировать. Так что кому интересно, пишите в личку, приходите. Я хочу дать вам свою технику, которую я применяю уже целый год. Техника довольно-таки проста. Вам даже не нужно садиться в медитацию. Я сейчас доскажу, и потом мы ответим на вопрос, и потерпите. Хорошо, чуть-чуть. Вам даже не нужно садиться в медитацию. Вы встаете рано утром, или даже не рано утром. Вы просто встаете, делаете зарядку. Для чего? Или какую-то пробежку, чтобы поднять ваши вибрации, чтобы был прилив крови головного мозга. И вот этот вот, так называемые эндотрофины, да, и вот в этом хорошем состоянии, вот в этом чистом состоянии, вы просто делаете себе список дня. Вы программируете себя, да, вы пишете определенные вещи, которые вы хотите, чтобы произошли в этот день. Не нужно брать какие-то вещи, допустим, чтобы сундук денег свалился сразу, и я ничего для этого не делаю. Если вы крутитесь, скажем так, в каких-то, то есть вы работаете с акциями, тогда да, тогда это возможно. То есть нужно находиться на определенном уровне, чтобы это случилось. Нужно измерять свои швы. Но, тем не менее, вы просто попробуйте, сделайте это сначала на каких-то мелких вещах, чтобы вы посмотрели, как это работает. Затем вы просто закрываете глаза. Все-таки маленькую медитацию вам сделать будет надо. Вы просто закрываете глаза. Я повторяю, что эта техника работает только для вас и без ущерба для других людей. Это очень важно, и это есть определенный фильтр, поставленный высшим сверхсознанием, вне этой системы. Поэтому нужно к этому подходить к очень продуманным. Итак, вы закрываете глаза и представляете вашу голову, ваш мозг. Такой голубой чистый мозг. И как бы вот эту вашу записку, да, то, что вы написали на бумаге, еще раз представляете и вставляете в эту голову, в этот ваш мозг. Вы глубоко вдыхаете и выдыхаете. Больше открываете глаза и ничего не делаете. Попробуйте эту технику в течение, ну, хотя бы одной недели каждый день. Вы увидите, как будет приняться ваша жизнь. Это очень просто. А еще я хочу поделиться с вами одной техникой, которую в свое время дал мне мой мастер. И вы можете в этом списке добавить эти слова. Дайте мне попросить сверху то, чего вы не знаете. Почему? Потому что все то, что вы знаете, вы ограничиваете себя. Может быть, ваша душа желает совсем другого. И таким образом вы раздвигаете рамки. Просто попросить сверху дать вам то, что вам сейчас, на данный момент, нужно больше всего. Без ущерба каким-то другим людям, другим направлениям. И то, чего вы не знаете. И также, получив это, глубокий вдох и выдох. Может быть, я сейчас сказала это довольно-таки быстро. Но кто хочет, пусть просто напишет в личку. Я ему объясню, как это делается более медленно. Или приходите на курсы. Или записывайтесь на консультацию к Рафаиле. Или ко мне. Кто вам больше, скажем так, как вы думаете. Кому вы можете больше довериться и так далее. Но это очень важно. Раздвигать. То есть, когда мы создаем наше желание, мы создаем наше желание на основании нашей жизни. А чтобы выбраться вот из этого туда, нужно именно попросить то, чего вы не знаете. Но вы полностью доверяете Высшему миру дать вам это. Вот это очень важно. И это я хотела сегодня привнести на наш эфир. Так, у нас есть вопрос. Как привлечь подходящего человека для здоровых отношений? Ну давайте я отвечу. То вот уже... Значит, во-первых, это связано с Солнцем. Это связано с Солнцем. Скорее всего, этого человека вы встретите где-то в пути. И где-то вы будете. Когда вы поедете, вы встретите этого человека. Вот. Вам нужно оставаться творческой личностью. То есть, потому что внутри вас протекает какой-то особый поток милосердия, я бы сказал так, да. И нужно убрать обиды на человека. То есть, убрать прошлое отношение или убрать сопротивление. То есть, вот этот фильтр по спортизацию, когда мы, допустим, у нас были отношения, и мы встречаем человека, и прошлое отношение, прошлое вот эта вот память, она искажает нормального человека. В итоге потом ты видишь одно, а тебе, ну, как бы ты видишь бриллиант, но мозг дает команду, что это не бриллиант, это фигня какая-то. Поэтому, скорее всего, внутри вас есть какое-то, ну, это на уровне, может, чепловой системы, кишечника, да, какой-то есть затык. То есть, узел нужно снять с себя, ну, здесь стать новой, стать открытой. Вот. Убрать вот эти вот вирусы, тогда вы встретите своего человека точно. Я думаю, что, в принципе, это все реально. Вот так вот. Надо слышать себя. Ну, вот, как бы мой комментарий, мой ответ. Очень здорово. Сейчас посмотрим, что нам написали. Мы немножко должны просто подождать, потому что у нас задержка идет, да, 30 секунд. Нам нужно этого не забывать. Я помню, я помню, у меня то же самое. То есть, мне нужно в 20 часов, по моему времени, мы заканчиваем. Мы можем, кстати, следующий эфир сделать про отношения. Мы хотели все равно сделать про отношения, возможно, рассказать немного больше. Как ты считаешь, как ты? Я, мы можем любую тему развивать, на самом деле. Просто, первое, это нужно понять причину, а причина у каждого своя. Любая. У человека есть, есть человек, его характер, и нельзя всех подать друг к ребенку, потому что человек имеет характер, имеет свойство ошибаться, имеет свойство достигать, имеет свойство падать, свойство там подниматься. То есть, мы все разные. Нужно понять, что, что вы хотите, что вам мешает, вот, и быстро реагировать на это. Не просто там, да, вот я выслушал человека, да, все правильно, я мозгом понимаю, а вот тело сделать ничего не может. Это вот плохо, потому что вы так и будете сидеть вот на этих вот, ну, как бы на этом интеллекте, вот. Но за вас кто будет отношения строить там? Кроме вас никто. Ну, любая тема, на самом деле. Отношения – это щепетильная тема. Нужно понимать каждого в отдельности, разбирать каждого в отдельности. То есть, это не белье какое-то там, знаете, машинки стирать там, понимаете. Это просто на сегодняшний день такой бум, такой вот, ну, это очень-очень острая тема, особенно, когда люди с пробегом уже. Там, не молодые, там, с пробегом за 30, за 40. И там построить еще, еще сложнее, потому что система уже, ну, она научилась распознавать свой, не свой, обманить, не обманить. Там, любой любит, не любит. Ну, в общем, пожалуйста. Очень классно. У меня просто по вопросу Даниэлы, да, вышло, что в чем-то вам не хватает обычности. Вот, посмотрите сейчас вот эту вот карту. Так я сказал, что я нужно развернуться, я нужно поставить светом. Мне это надо просто открыться. Открыться ей надо. Открыться. Я же сейчас сказал слово «открыться». Свет, открыться, и все. Да, да. И больше ничего не надо. То есть... Но присутствует какой-то затык, присутствует какое-то прошлое. То есть человек, ну, что-то система не пускает, система сомневается в выборе. Вот посмотрите, посмотрите эту карту, вот что вам карта сейчас говорит, да, обычно. Я надеюсь, что она тут у меня немножко... И подумать вот над этим словом «обычность». Может быть, просто те рамки, которые вы ставите, они достаточно слишком завышены. Это такая у меня информация. Простота, просто, просто нужно было просто. Да, да, обычно. Просто, просто идеально. То есть, куша вам, куша... Вот, очень хорошо сказано о Трафаиле, я тоже, да, обычность. Вот подумайте над этим. Лучше просто, чем усложненные непонятно что. Вот еще. Так, у нас есть еще какие-то вопросы? Потому что сейчас осталось 5 минут еще. И мы заканчиваем наш эфир и, наверное, сделаем следующий эфир по теме отношений. Тем более, что мне пришла очень интересная техника. Но я сначала поделюсь этим с Рафаэлем. Очень интересная техника. Я даже бросила уборку, то есть я была занята уборкой. Пришлось все бросить и действительно сначала сделать эту технику самой и понять. Но после того, как вы делаете эту технику, вы понимаете, кто вас окружает. И вы перестаете, у вас больше не возникает проблема с отношениями с другими людьми. Это вообще потрясающая техника. Но об этом тоже. Если хочешь, Рафаэль, у нас есть еще 4 минуты. Пока, может быть, кто-то пишет. Может, мы закончим или какой-то твоей медитацией, или, может, игрой. Нет, можно сейчас провести медитацию, если меня хорошо слышно. То есть, как бы, это она очень простая. Давай, в прошлый раз я была медитацией. Ну, не важно, не важно. Мне, на самом деле, и так хватает мне всего. Я могу копать, могу не копать. Да, давай. Да, можно просто закрыть глазками. То есть, мы воспринимаем информацию по-разному. С открытыми глазами, с закрытыми глазами, с закрытыми, не важно. Просто представьте свет, опустите свет. Если мы говорим на... Давайте мы сначала осветлим себя, представляем свет. Просто потоки белого чистого света опускаем на себя. Свет есть всегда везде. Даже если темно вам, свет есть всегда везде. Потому что даже в организме у нас есть, так называемая, подсветка. Работает, да? Значит, представляем сферу вокруг себя. Сфера – это, опять-таки, электромагнитное наше поле. Это наша аура. То есть, это наша, скажем, наша матрица. Ну, 2-3 метра, 4 метра в диаметре вы представляете. Это шар сферы из чистого света. Не нужно ничего там такого. И наполняем шар света. То есть, свет идет на вас. То есть, он окутывает вас, наполняет вас светом. Свет потихонечку, он как бы вот... Представьте, что свет формирует вокруг вас такую световую оболочку. Очень важно, когда 21 тело у человека, и оно, они хандрят. Это значит, что где-то нарушена оболочка. То есть, защита оболочки тел. И вот из света вы формируете такую оболочку. Эту оболочку вы одеваете на себя. Вот, представьте, что вы ее одеваете. Оболочка, она выглядит таким образом, как пузырь. А на пузырь, она формируется сверху. Такая она интересная очень. Она может искриться. Она может преливаться разными цветами радуги. И вы потихонечку ее на себя одеваете. Просто эту оболочку, она опускается, как пузырь, до ваших ног. И формирует вокруг вас тело по вашему размеру. Голова, шея, плечи, руки, туловище, поясница. То есть, формирует четкие очертания тела. Ноги, колени, стопы ног. То есть, получается, что вы в таком находитесь световом скафандре. Это такая быстрая медитация для того, чтобы вам закрыться от негатива. Если вы устали, если что-то болит. Если где-то что-то, вот, вы переживаете какой-то стресс. И вот такая медитация поможет вам быстро восстановиться. Делаем три глубоких вдоха и выдох. Очень хорошая медитация. Быстренькая такая, но она быстренькая. У нас быстро все. Вот Евгения написала. Благодарю за прекрасный вечер. Доктор Хасан, вы говорите по-русски? Или вы говорите по-русски? Доктор Хасан, вы говорите по-русски? Оленька, все, я побежал? Все. Я отключаюсь. Нам написали, да. Прекрасная медитация. Все гениальное, просто. Отлично. Все. Мы заканчиваем наш эфир. Мы побежали. Утроим делом. Пока. Пока. Чао. Продолжение следует.